Буквально несколько минут назад центральные СМИ сообщили печальные новости из мира шоу-бизнеса и культуры. Генеральная прокуратура Российской Федерации и антикоррупционный комитет во главе с Никитой Михалковым официально подтвердил трагическую новость о семье Натальи Королевой. Сегодня в 15.00 по местному времени в Москве на улице Тверской при выходе из ВТБ банка было совершено вооруженное нападение на семью Натальи Владимировны Королевой. По данным СМИ сегодня в дневное время семья Натальи Королевой, а в частности сама певица Наталья Королева, ее супруг Сергей Глушко, родная сестра артистки Ирина Порывай и брат Сергея Глушко Николай Владимирович находились в ВТБ банке и обналичили крупную сумму в иностранной валюте. Однако при выходе из здания произошло непредвиденное обстоятельство. К ВТБ банку подъехал тонированный джип, из которого вышло несколько незнакомцев в черных масках, которые обстреляли семью Натальи Королевой, забрали кейс с крупной суммой денег и скрылись с места происшествия. В результате вооруженного нападения погиб родной брат мужа Натальи Королевой, Николай Владимирович Глушко, который работал директором кафедры военной академии имени Можайского. Тяжелейшие ранения получила старшая родная сестра Натальи Королевой, украинская певица Ирина Порывай. На данный момент она была госпитализирована и находится в коме. По данным СМИ, Сергей Глушко в последний момент успел закрыть своим телом Наталью Королеву. Известная певица в результате нападения осталась невредима, однако сам Сергей Глушко получил два серьезных ранения в область спины и на данный момент также был госпитализирован и находится в тяжелом состоянии. В связи с трагической ситуацией в Москве была объявлена операция «Перехват» и по горячим следам удалось задержать преступников. Результаты задержания просто шокируют. Нападавшими оказались известнейшие криминальные авторитеты, бывшие сокамерники по СИЗО номер 4 Архипа Глушко, а именно Карга Казанский, король бизнеса Татарстана, Саха Сочинский и известный кикбоксер Денис Комаров, бывший директор московского рынка. Все они в свое время находились в СИЗО номер 4 в одной камере с Архипом Глушко и приносили сыну Наталье Королевой много неудобств и унижений. Несколько месяцев назад данных криминальных авторитетов обвиняли в причастности к устройству побега Архипа Глушко из СИЗО, однако данная версия не подтвердилась. Существует версия, что криминальные авторитеты затаили обиду на семью Натальи Королевой и заранее могли узнать о крупной денежной операции, которая проводит Наталья Владимировна, и совершить преступное деяние. На данный момент преступники задержаны и дают показания, а полиция и антикоррупционный комитет проверяет происхождение колоссальной суммы денег, откуда у семьи Натальи Королевой в кейсе могло оказаться почти 2 миллиона долларов. К слову сказать, что на данный момент в женском следственном изоляторе находится и мать Натальи Королевой, Людмила Ивановна Порывай, которая обвиняется в устройстве побега Архипа Глушко из следственного изолятора. Новых актуальных новостей о самом Архипе Глушко пока нет. Имеет место быть только информация недельной давности. Сын Натальи Королевой по-прежнему в тяжелом состоянии находится в американской больнице в городах Хьюстона. Отметим, что полтора месяца назад при задержании Архип Глушко получил тяжелейшие ранения. Напомним, что на сыне Натальи Королевой висят несколько тяжелых преступлений. Убийство ректора Института культуры, ограбление банкомата в Австрии, убийство двух сыновей поэта-песенника Ильи Резника и внучки известного музыканта Томаса Андерса. Однако есть и хорошие новости. Сегодня глава антикоррупционного комитета Никита Сергеевич Михалков объявил, что в их команду вступило несколько новых членов. Примечательно, что новые сотрудники не являются публичными личностями и имеют вполне земные профессии. Это учитель средней школы города Москвы номер 13 Сергей Одинцов. Бывший офицер ВДВ Николай Платонов. И врач московской поликлиники номер 49 Маргарита Сергеева. Уважаемые зрители, если вы поддерживаете закон и порядок, просим оставить поддерживающий комментарий и поставить лайк под видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!